Акварельная живопись ведет свое начало с изобретения в Китае бумаги и использования ее в качестве основы для картины рисунков. По сей день традиции китайской акварели известны во всем мире. В Европе акварель распространяется с 17 века и сегодня существуют тысячи техник и силей. Название техники происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в переводе на русский буквально «водянистая». Название указывает на вид красок, используемых в этой технике живописи. Это краски, основой для которых служат растворимые водой вещества растительного происхождения. Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и легкости изображения плавных переходов. Достижению подобного эффекта способствует и использование бумаги в качестве основы картины, а также ее предварительное увлажнение. Я могу судить о творчестве Кати Гончаровой с полным основанием, потому что мы у нас здесь видели очень высокие образцы этой техники акварели. Конечно, она сложная, потому что она не прощает ошибок практически. Если ты ее начинаешь исправлять белилами, то это уже не акварель. Вводишь какую-то другую краску, это тоже уже не акварель. Поэтому чистая акварель, она очень сложна, она первозданна, как снег. Акварель – удивительный материал, укоротить который не каждый художник в силе. Требует эта техника и терпения, и усидчивости, и готовности к тому, что в процессе что-то пойдет не совсем по задумке, и умение управлять ее капризными течениями. Продолжение следует...